МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Мария Руда. И сегодня у нас в гостях Александр Колесников, заведующий вторым офтальмологическим отделением больницы имени Симашко. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, у вас в больнице появилась такая услуга, как хирургия одного дня. Расскажите, что это такое? Для нас это действительно новое. Новое для офтальмологии, новое для бюджетного учреждения, потому что в коммерческих клиниках это ранее было, скажем так, реализовано, организовано. А для, скажем так, бюджетного государственного учреждения, наверное, это случилось впервые. То есть мы помимо круглосуточного пребывания, круглосуточного стационарного лечения, больных сейчас можем предложить новую услугу. Это амбулаторная хирургия, ну, в частности, катаракты, которая, в общем-то, осуществляется в условиях дневного стационара. То есть пациент приходит, получает оперативное лечение и, в общем-то, уходит домой. Он на следующий день показывается, и на этом его контакт с больницей фактически заканчивается. В общем, почему это актуально? Еще раз повторюсь, что это не ново в общем мировой практике. Это существует, и, в частности, зарубежной, скажем так, медицине это называется офисной хирургии, когда пациент амбулаторно получает медицинскую помощь. Это такой золотой стандарт, считается хирургией, потому что лечебное учреждение меньше тратит денег на круглосуточное обеспечение, с одной стороны. С другой стороны, пациент получает, ну, скажем так, более комфортные психологические условия пребывания. То есть кто-то, конечно, хочет круглосуточно полежать в больнице, полечиться, и, в общем-то, эта услуга, она совершенно остается, этот формат помощи, он остается. Но кто-то не хочет быть в палате. Просто он, ну, как бы, у него, может, комплекс там замкнутых пространств, но банальный, то есть это я пример ради говорю, но действительно много пациентов не хотят долго находиться в лечебном учреждении. Там, еще раз повторюсь, то есть разные могут быть причины, личностного характера, там, социального характера, потому что, может быть, дома за кем-то ухаживать, там, либо за ними удобнее ухаживать дома. Раньше мы не могли в условиях, вот, областную больницу Семашко это предоставлять. Сейчас мы это можем предоставить. Александр, скажите, пожалуйста, ну, вот мы привыкли, что в частных клиниках такие услуги действительно предоставляются давно уже. Как у вас это будет по системе обязательного медицинского страхования или еще каким-то образом? Естественно, в том-то, в общем-то, и плюс, и тренд, именно организация в бюджетном учреждении, для того, чтобы пациенты могли получить медицинскую помощь в таком формате именно в рамках программы бесплатного оказания медицинской помощи. То есть по программе госгарантии. Соответственно, с финансированными из фонда обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для пациента. Это получается микрохирургия, правильно? Ну, однозначно. То есть в любом случае любая интерокулярная хирургия, она называется микрохирургией, потому что мы работаем под микроскопом, да и, собственно говоря, все обеспечение, которое там присутствует, я имею в виду техническое, оно как раз и направлено на микрохирургическую, наиболее современную, скажем так, медицинскую помощь, что, собственно говоря, позволяет очень быстро реабилитировать пациента, потому что ведь хирургия одного дня может быть только тогда, когда мы качественно сделали операцию, там не требуется какого-то долечения, пациент совершенно спокойно может идти домой и амбулаторно уже получать помощь дома, закапывать капли. А возможно только при качественном, быстром проведении оперативного лечения, что невозможно без, соответственно, технического обеспечения, ну и, соответственно, без кадрового обеспечения. Ну, смотрите, давайте, если вот проследим всю картину, да, это сделали человеку операцию, всё равно он же не может сам о себе позаботиться в должной мере, должен его кто-то забрать, правильно? Или он уже сам может спокойно идти на улицу и, собственно, заниматься своими делами? Ну, тут вопрос, так сказать, однозначно, ответа нет, по причине того, что у нас контингент, которым оперируем, они, как правило, пожилые пациенты, поэтому далеко не каждый пациент не только уйти домой не может, но не может прийти самостоятельно. Поэтому, естественно, сопровождающие там родственники, близкие люди, они присутствуют. И, собственно говоря, вот в формате открытия отделения мы разработали отдельно памятки для пациента перед операцией, для родственников, которые сопровождают пациента на операцию, забирают после операции как раз, для того, чтобы всё это у нас проходило, ну, достаточно так вот, без лишних движений, без лишних действий, без лишних вопросов, без лишних посещений. Вся информация, она, в общем, предоставляется. Поэтому тут амбулаторная хирургия, то есть не говорит о том, что пациент именно сам должен прийти и сам должен уйти. Это говорит просто о формате оказания медицинской помощи. Привезли его или забрали его, там, кто его забрал, это уже, так сказать, нюансы другие. Это первый момент. Относительно помощи. Значит, ещё раз повторюсь, не каждая хирургия, она может проходить, в принципе, в амбулаторных условиях. Для амбулаторных условий, как минимум, это отсутствие наркоза, условия, и отсутствие необходимости в круглосуточном каком-то наблюдении, круглосуточной помощи, круглосуточных процедурах, которые необходимы, чтобы делал медперсонал. Соответственно, вот в данной хирургии достаточно вполне закапывания капель, то есть тех процедур, которые пациент, либо его родственники могут делать на дому. Кроме того, сразу после операции, его, естественно, никто не выгоняет из операционной домой, и родственники там не стоят, под дверями не ждут. Он размещается в палате, то есть после операции он может посидеть, полежать где-то час, и через час уже может, в общем-то, уходить. В отделении присутствует медперсонал и средний врачебный персонал, поэтому если вдруг какие-то реакции такие соматические бывают, то они, соответственно, будут купированы на месте. В условиях больницы. Естественно. Но если потом у нас больница, она не однопрофильная, она у нас многопрофильная. То есть у нас есть терапевтические, анестезиологи-энтологические отделения, то есть все отделения, которые могут, в принципе, потребоваться при каких-то неотложных ситуациях, они у нас есть. Но опять же, прежде чем, наверное, отправлять пациента на операцию, у него собираются все анализы, какие-то выявляются противопоказания, правильно? Бесспорно. Потому что это один из таких больших камней преткновения, в котором пациенты, скажем так, недопонимают важность и необходимость этого. Но это действительно необходимо. Опять же, мы где-то сравнимаем себя с западной медициной, но тут нужно очень четко понимать, что система организации помощи у нас и на Западе, она существенно отличается. Если на Западе у каждого пациента есть собственный донтист, то есть есть история заболевания зубов, собственный, скажем так, семейный врач, который знает тоже историю болезни пациента, он периодически, он обязан периодически брать анализ, обследовать АКГ туда-сюда, то у нас ситуация совершенно другая. То есть у нас зачастую в 80 лет пациент впервые идет к терапевту, впервые вообще проходит обследование перед операцией по поводу катаракты. И, естественно, там, ну, скажем так, зачастую выявляются какие-то нюансы, которые требуют, соответственно, коррекции. Поэтому вот в нашем формате, к сожалению, мы не можем оперировать без анализов. То есть нам абсолютно необходимо знать соматическое состояние больного. И с точки зрения безопасности проведения операций по общим заболеваниям, и с точки зрения прогнозируемости и безопасности проведения нашей операции. Потому что там, казалось бы, стоматолог и как бы глаза, или там анализ мочи и там глаза. Но, тем не менее, вот эти вот все анализы, которые мы даем, они, а, это абсолютно необходимо, чтобы они были сданы, они были, ну, скажем так, в кавычках, доброкачественны, с одной стороны, с другой стороны, пациент должен понимать, что если он где-то что-то каким-то подлогом займется, то это будет чревато осложнением именно для него, не для хирурга. Ну, хирург, как бы, да, приключение, потому что осложнение приходится справляться с одной стороны, а с другой стороны. Это осложнение на глазу у пациента. То есть хирург, да, он справится, у него там побольше дел будет, но это, в конце концов, не его глаз, глаз – это пациент. Поэтому, прежде всего, пациент должен быть заинтересован, чтобы анализы были, ну, скажем так, сданы, сданы качественно, и получены результаты, которые позволяли, еще раз повторяю, безопасно прооперировать, безопасно вообще, в принципе, положить на операционный стол. Поэтому обследование – это такая абсолютная необходимость, и вот этот перечень анализов, которые мы обычно просим у пациентов, он, поверьте мне, достаточно выверен, он, в общем-то, сформирован в соответствии с федеральным требованиям, есть федеральные стандарты оказания медицинской помощи, и, еще раз повторяю, опытным клиническим путем мы понимаем, что они абсолютно необходимы. Александр, скажите, пожалуйста, вот этот стационар, да, хирургия одного дня, он сейчас предусмотрен только для операций по поводу катаракты или каких-то других еще операций? Значит, на данный момент времени вообще в офтальмологии, ну, таким признанным жемчужиной хирургией, именно хирургии катаракты. Почему? Потому что при отработанной технологии, при качественном техническом обеспечении, при наличии подготовленных кадров, это достаточно быстрая хирургия, она позволяет установить зрение, ну, буквально там, в течение того же дня, когда сделана операция. Другие оперативные вмешательства на заднем отрезке, при глукоме, то, что я вот типично, травма, глаз, детские операции, они, во-первых, требуют более длительного реабилитационного периода, во-вторых, они зачастую требуют анестезиологического сопровождения, поэтому далеко не всегда мы их, в принципе, можем сделать в амбулаторных условиях. Восстановительный период у них гораздо больше, то есть это может быть, там, несколько дней до месяца, может пациент находиться, получать лечение и так далее. Вот, поэтому амбулаторные хирурги, акценты сделаны, то есть мы, как сказать, разделяем потоки, те больные, которым мы, точнее, мы сейчас, ну, скажем так, можем разделить эти потоки на потоковые хирургии, которые достаточно быстро и высокоэффективно не требуют длительной реабилитации именно в условиях, скажем так, медицинского учреждения. И у нас есть, у нас же никуда не делся, там, круглосуточный стационар. У нас точно так же остался круглосуточный стационар, поэтому мы можем предложить пациенту и пребывание, когда ему это действительно показано, когда он многородний, пожалуйста, вот круглосуточный стационар. Но тех пациентов, у которых нет необходимости, еще раз повторюсь, в этом пребывании, естественно, мы их можем перевести на дневной стационар. Это сокращает и очередь для пациентов, и, еще раз повторяю, это удобно для пациентов, потому что пациенты тоже разные, и люди разные. Кому-то, наоборот, комфортно лечь, полежать там, подготовиться, дома он не хочет капать капли, а кого-то невозможно практически заставить, то есть переночевать сутки до операции, сутки после операции, то есть им там надо домой, туда-сюда, вот. То есть это чисто вот такое желание пациента. Но есть и объективные причины, по которым, критерии, скажем так, по которым мы одних пациентов можем действительно амбулаторно провести, а других пациентов мы однозначно госпитализируем и проводим в условиях стационара. Александр, если поговорить о самом заболевании катаракта, мы часто слышим, что у очень многих пожилых людей за 70, за 80 возникает это заболевание. Есть ли какая-то профилактика или как бы все подвержены этому заболеванию? Дело всего в том, что катаракты, ну, разные есть формы, вот, любое помутнение хрусталик называется катаракт. Это может быть травматическая, токсическая, лучевая, там масса, но основное доминирующее абсолютно место занимает возрастная или старческая катаракта. Точно так же, как есть еще одно заболевание, возрастная макулярная дистрофия, дистрофия сетчатки. Они не зря называются возрастные, потому что они связаны с возрастом. И статистика, в общем-то, она не то, чтобы говорит, она показывает, что у лиц старше 70 лет, у 80% лиц старше 70 лет, есть катаракты, и снижение зрения именно связано с катарактой. То есть, актуальность вот этой вот хирургии, актуальность обсуждения вот этого заболевания, оно диктует статистическим данным, которые я уже сказал, и демографическим данным. То есть, совершенно очевидно, что у нас, к сожалению, произошел такой демографический сдвиг, и на одного работающего есть один пенсионер. Пенсионный возраст все знают, сейчас он там, может быть, повысится. Но, тем не менее, это лиц старше 60 лет однозначно. То есть, де-факто получается, что у нас скоро 50% людей будет болеть катарактой. Ну, профимактика-то есть какая-то, как-то так все безоблачно. Нет, ну почему безоблачно? Точнее, это, как сказать, это просто есть заболевания, с которыми невозможно побороться, то есть, невозможно их вылечить. Лечить нужно, но вылечить невозможно. А это заболевания, которые как раз можно вылечить. И вот эта хирургия катаракт, почему она называется жемчужин хирургия? Потому что в ряде случаев при имплантации достаточно специфических хрустальков, мы после операции катаракта, удаления катаракта имплантации искусственной хрустальки, можем получить зрение более высокое, более качественное, чем человек имел всю жизнь. То есть, ну, наверное, ни одна хирургия не может похвастаться такими результатами, особенно с имплантами. То есть, ну, на слуху там всякий замен суставов и так далее, но все равно это искусственный сустав. Вот в данном случае искусственный хрустальк, он, еще раз повторяю, в ряде случаев дает более качественное зрение, чем которое было у пациента всю жизнь. Поэтому мы это заболевание умеем и можем лечить. Вот это да, это хирургическая проблема, да, это, ну, скажем так, ресурсы емко, затратно где-то, но это то, что можно вылечить. Поэтому тут пугаться этого заболевания как раз не стоит. То есть, оно такое, ну, достаточно закономерное. Александр, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я вынуждена с вами попрощаться. Спасибо вам за такой интересный рассказ. Спасибо вам. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова